Доброго дня вам, ребят! Вот, наконец-то, мы собираемся стартовать после дождей, то есть, когда там дождь начал, в пятницу у нас падать. Значит, в пятницу в 10 утра я припарковал машину. Ну, весь день, конечно, пятницу после этого. Суббота, воскресенье, понедельник, сегодня вторник. Я пришел в машину, и как-то уже обед у нас сейчас, и где-то после обеда, мне, может быть, там насобирает один или два прицепа, потому что очень мокрое поле. В связи с этим я хотел вам чуть-чуть рассказать вкратце об этом ручном вводе. Значит, вам чаще это как бы приходится делать. Ну, как чаще? Даже нельзя сказать, что чаще, потому что вы, наоборот, там, на этих своих каденциях, так называемых, держите карточку в такографе. Соответственно, ничего вам не нужно, редко ее вытаскиваете. А вот, когда приезжаете с этих отключек, когда уезжаете домой, там, неделю, на неделю, на две, на месяц, на три, на полгода, соответственно, ваша карта была вне такографа, не засовывалась ни в какой такограф другого автомобиля, и вас спрашивает такограф, так называемый, ручной ввод, вот это вопрос, как бы, где находилась карта. Вчера в стриме я чуть-чуть об этом уже сказал. Я считаю, что ручной ввод нужно делать всегда, если кто-то не согласен, исправьте меня. Потому что, если его не делать, просто засунуть карточку и ждать, там все это время поставится под знаком вопроса. А время под знаком вопроса, это такое же, как и... ну, это не то, чтобы они знают, что... но это нарушение. За это могут выписать штраф. То есть, я уже вам рассказывал, что на распечатке знак вопроса всегда есть в конце, где все разные режимы перечислены, и среди них есть и знак вопроса. Каждого режима какого-то, какое-то количество, а знака вопроса должно быть 0-0 часов и 0-0 минут. Именно если вы будете делать ручной ввод, у вас будет 0-0 часов и 0-0 минут напротив знака вопроса. Что и должно быть. Значит, этот ручной ввод ничем не отличается у человека, который отсутствовал 3 дня, как я, и у человека, который побывал дома, ну, скажем так, 10 месяцев, например. То есть, процедура точно такая же. На экране появится, сейчас я покажу как, на экране появится дата последнего момента, последнее время и день, когда вы вытаскивали карточку стокографа. Единственное, что вам желательно делать в связи с тем, ну, это там уже заморочки ваших багов. Ну, это не то, что заморочки, да, в этом есть логика. Вы часто берете, вот, я так это вижу. Если я подписал контракт вот в офисе и прошелся 50 метров, стоят машины, я с ключами с офиса иду, то я думаю, что я могу за весь отпуск добавить себе паузу. Я знаю, что кое-кто со мной будет не согласен, даже в этом, потому что вот эти маразмы, ну, извините, что я такие слова употребляю, там, пересек границу, типа, типа, граница, я живу в Украине, а граница, это начинается работа, типа, я вступил на польскую землю, это, это такие выдумки, ребят. А если вы приехали в Польшу еще две недели с девушкой там провалялись где-то, или по экскурсиям, по музеям походили, ну, что за... То есть, люди меня спрашивают, по ходу дела, извините, что меня уже понесло, да, некоторые вообще это представляют себе так, что три недели я был дома с женой, типа, давай молоточки ставлю, я там, значит, был на даче, молоточки, но в пять мы приехали с тещей, и потом у меня кроватка с женой, а потом у меня конверт с детьми возле школы. Это что, так получается, ребят? Не делайте с роботами, я уже в этом вам говорил, дайте. Ну, вот, короче, проехали, потому что я уже начинаю психовать. Значит, весь отпуск, весь этот перерыв, у вас не было кроватка, отдых, пауза, все. Но, если вас вывозят на заправку, которая находится в нескольких сот километров иногда, то, конечно, к этому могут придраться и имеют рацию, что типа, как, ты вот подписал там контракты, или там у тебя оформление офиса там, в каком-то городе, а машина, вот это могут, это следствие провести. Значит, тебя доставляли, или ты даже сам ехал, да, добирание на работу, как бы считается уже работой. Поэтому перед этим нужно втулить пару часов, я думаю, что конверта, ожидания. Некоторые говорят, что это должны быть молотки, но я все-таки думаю, что конверта, потому что это ожидание, если вас везут. Это мое мнение, да. Значит, к этому вопросу не подходите очень сильно уже так реально, ну, везли, ну, там останавливались, писали, не писали, ребят. Ну, будьте чуть-чуть взрослыми ребятами. Это же робот, там нету большого глаза, за вами не подсматривают. Ну, вы думайте, что могут проверить, что не могут проверить. Это игра в кошки-мышки. Да, поставьте там себе три часика, добирать, ну, реальное время, там накиньте. Не думайте, что там уже надо так прямо. Кстати, мне сегодня вообще вопрос задали. Приезжаю с отпуска, должен карточку держать, держу карточку, или он делает, говорит, так, 45 часов, чтобы была на карточке пауза, а потом начинаю. И что, сумасочно, ребят. Отпуск, это и есть пауза. Это 45 и 45, и 45 по 45. Вставил, добавил отпуск паузой и поехал. Сейчас я вам покажу пример. Извините, что вам наорал на вас. Покажу пример. И специально для примера, мне тут никто за это, я пришел из дома, я могу сразу ставить. Специально для примера, я вон там пошел с шефом, поболтал в офисе. Это болтовню, я сейчас добавлю часик, например, конвертика. Давайте посмотрим, как это происходит. Значит, включаем зажигание. Вот, он меня уже спрашивает карточку. Тут итальянский язык, но заведем сразу машину, заведем. Ну, вы поняли, карту спрашивает, да? Значит, чипом вверх, фотография на себя, это уже знают все. И пошла. Вот. Первый водитель. Это я. Видите, 6-го, 9-го, 9-47. Последнее. Хочешь ручной ввод? Да, хочу мануальный, мануальный ввод. Да. Вот, с 6-го, видите, добавить паузу. Вот видите, что он мне дает? До сейчас добавить паузу. Я ввожу, не паузу, а ввожу конвертик. Видите, стрелочкой вниз я поменял вот эту, что моргает активность. Да, конвертик. Если я нажму конвертик, окей. У меня 10-е до сегодняшнего, да, до сегодняшнего, 9-й месяц, даже не спрашивала, часы. А часы 14-29, это сейчас. А я хочу 13-29. Это было час назад, 13-29, да? Окей. И тут стоп, ребят. На этом месте стоп. Я, конечно, мог красиво переснять это по второму разу и вообще не показывать вам ничего, что сделал ошибку. Причем ошибка может быть фатальной. Фатальной. Ну, фатальной. Это может быть громко сказано, но можно наломать дробь. Но я посчитал, что видео будет более информативным, если я именно акцентирую внимание на своей ошибке. Таким образом, кто-то другой не повторит ее. Почему? Потому что я сначала поменял значок, а потом начал заниматься датами. Это неправильно, потому что был риск добавить вот этот вот конверт за все три простоявшиеся дня. То есть, также можно добавить конверты или молотки за прошлый год. То есть, ну, другими словами, запороть всю паузу. Конечно же, ну, это ЧП, но они поймут, что как получилось так, но потом каждому объяснять это. Лучше этого не делать. Но сильно и паники не надо делать, потому что от того, что ты нажал кнопочку единичку, еще по большому счету ничего не происходит. Именно для таких мини-ошибок сделано то, что потом в конце вас спрашивают, вы хотите додать мануальный знак вопроса, есть еще предложение, фраза. Ну, может, по-русски она звучит как-то по-другому. И вы подтверждаете ОК. То есть, этот последний ОК записывает все на карточку. Другими словами, если вы набрали неправильную дату или неправильный значок, как сделал я, и еще нету этого финального подтверждения, то кнопочкой назад-назад-назад можно всегда вернуться на исходную и поменять все. То есть, это не паника, сразу не хватаюсь за голову, и я ничего не сделаю. Значит, паузу, да, паузу. Десятого сейчас, ОК. И тут я поменял стрелочкой, у меня вначале было 14, я поставил 13, час назад, да? До 13.29, час назад я добавляю паузу. То есть, три сутки там с лишним паузы, да? Да, ОК. Теперь эта дата, которая я уже ее ввел, сейчас, час назад была, 13.29, она выскочила как бы верхней страхой. Почему? Потому что сейчас 14.29, а ты почему-то не полное время добавил, а без одного часа. Что же ты хочешь на этот час? От 13.29 до сейчас, реального времени. А на этот час последний, перед тем, как тронуться, я хочу себе поставить, ой, тут чуть-чуть, ОК, надо, он не хочет ждать, я уже слишком долго, видите? Я хочу добавить конверт. Конверт? Да, конверт. Конверт с 13.29 до 14.29, видите? До этого момента, да? ОК. Италия? Да, Италия. И все. И сейчас я опять на паузе. Значит, в данном случае что произошло? Я добавил за весь этот кусок 3 сутки паузу, но последнее время я отрезал его сначала, тогда вы видели, время, которое я поставил, перепрыгнуло в верхнюю строку, всунул туда, значит, конверта один часик. И у меня по хронологии будет так, что 3 сутки там с копейками у меня была пауза, потом час конверта, и сейчас я тронусь и поеду. И дальше там работа, или сейчас можно молотки включать, что угодно. Таким же образом вы можете добавить себе там несколько часов. То есть стрелочкой поменяв с 14.29, как у меня было, опустить стрелочкой вниз, то есть, например, скинуть на 11, да? Вот с 14 на 11. 3 часа конверта. Единственный нюанс, который следует учитывать, что потом, когда вы сели уже наконец-то в эту машину и поехали, учитывайте этих, например, 3 часа доставки, потому что установить это уже не была ваша пауза. То есть, вот это, что мы считаем дневное общее время, 13 или 15 часов, уже пляшет от того, где вы поставили конверт, то есть, где вы закончили эту длиннющую паузу. То есть, получается, если по-честному, то с офиса, где вы подписали контракт. И от этого пляшете, добавляете еще, сколько там еще у вас есть места на работу, и останавливаетесь на следующую ночную паузу, уже отталкиваясь от того, с какого места у вас стоит этот конверт. Это важно, и не забывайте это, чтобы потом не считалось это нарушением, потому что конверт, за исключением двойного экипажа, это не пауза. Ну, соответственно, если я сейчас простоял более 11 часов, давайте сделаем повторчик, чтобы исправить ошибочку, которую я показал вам в первом примере, тогда вам станет ясно, в чем будет на самом деле разница. Значит, включаем карта. вот вам карта. Вот вам карта. Последние, последние, и хочешь добавить вручную? Да, хочу добавить паузу. Вот, да, паузу. Вчерашняя дата, когда вынимал, и сейчас время. Да, паузу. До 11-го сегодняшнее число? Да, до 11-го. До 10? Да, до 10. 18? Давайте своруем у себя чуть-чуть. Нет, не 18, а 10. У меня и так есть больше. До 10-10. То есть 8 минут. Давайте молоточков, как вы любите вначале ставить. До 10. Вот, сначала влияем на вот это вот, на... Вот. А сейчас уже появилось то, что я ввел 10-10. Видите, время сегодняшнего же. И в этих 8 минут, что ты хочешь поставить на этих 8 минут? А я на этих 8 минут, как требуют германские баги, хочу поставить, нет, не единичкой, а стрелочками. Хочу поставить... Я, видите, ребят, очень редко. Я никогда такое не делаю. Но для вас, и поэтому делаю такие грубые ошибки. Молоточки. Хочу добавить молоточки. Сейчас окей. До 18, потому что можно несколько кусков вставить. Это сейчас 10-18, актуальное время. А можно еще по несколько кусков вставить, да? Да, до 18. Виталий. Да, Виталий. И вот это уже... Отсюда еще можно было вернуться назад. Сейчас, если нажму да, то уже все. Точка невозврата. Вчера я до этой точки не дошел. И все. Загрузилась карта. И я добавил там 11 с копейками паузы. И последних 8 минут молоточком. Вот то, что вы хотите. То есть, как вы всегда мне рассказываете, что работа с токографом, это работа. Открывание. Вот хотите, хотите играть с этим, можете добавить себе 3 минуты, что вы взялись за ручку машины. Поднялись по ступенькам, включили зажигание, засунули карточку и отступив назад, вы можете эти 4 минуты записать любой другой работой или ожиданием. Чем захочете. Кроме вождения. Вождения вы не можете добавить. Вот приблизительно так. Приблизительно. Именно так и должно быть. Не смотрите, что я там 7 минут. Так можно добавить полдня, целый день. Вы видели, что я стрелочками влияю и на день, и на время, часы и минуты. И тогда все записывается грамотно. Главное, не пропустите, не сделайте, как я вчера начал с изменения режима. Потому что изменение режима делается после ввода первого времени. Ну а теперь это все в распечатках. Что увидит проверяющий. Вот когда я первый раз сделал, чуть не сделал ошибку, но все-таки потом исправился. Вы помните, я вам показывал в начале. То есть я хотел добавить 1 час. Вот видите, 1 час конверта. То есть у меня 11.29 в этой сутки. Это от полуночи по времени ютечи. Там было уже около 2 часов дня. Но тем не менее оно показывает только от того, как заступило 10 число. Вот. 11 паузы. И там, пока я с шефом в офисе разговаривал, я себе, да, накинул часок конвертов. Вот видите, так выглядит. Можно еще вручную добавить тут, например, кроватка, потом конверт, потом опять кроватка, потом молотки. То есть кусков можно делать несколько. А вот это сейчас утренние. Вот это, которые я только что для вас делал. Уже новое. Да, тоже. Тут у меня не 8-10, потому что полуночь наступила по итальянскому времени только в 2 часа ночи. То есть у меня уже там почти 12 часов паузы настоящие. Но показывает только за 11 число. Распечатка за 11 число, значит, показывает от полуночи паузы. А потом мы с вами только что, вы видели, накинули себе 8 минут молоточков вручную. Да? Можно еще было накинуть потом 5 минут конвертов, а потом опять кроватки. То есть вручную можно моделировать до того времени, как по-настоящему поехал. То есть таким же образом, вместе в 8 минут, вы можете себе накинуть там 3 часа доставка до вашего автомобиля, например. Ну и чтобы совсем стало понятно, еще пример с доской, потому что многие говорят, что на доске воспринимается намного лучше. Значит, вот здесь, вот этот отрезок, пока карта отсутствовала в токографе. Значит, этот весь отрезок может быть, как я написал, там пример привел, 10-15 часов, так и год, так и несколько недель или несколько месяцев. При включении в верхней строке вы видите здесь день, число и время и минута того момента, когда вы изымали карту из токографа. Здесь настоящее время, здесь реальное день, число, месяц и время того момента сейчас, которое. Если вы сразу паузой, и по умолчанию там нарисован значок паузы сразу, да? То есть, если вы паузой говорите, да, пускай пауза окей, пускай этот будет день или день вперед, стрелочкой меняете, но я хочу не реальное время сейчас, а хочу чуть-чуть раньше. То есть, вы вносите какое-то другое время и забрасываете вот эту паузу, например, на 3 недели, но не до настоящего времени, которое у вас сейчас происходит в момент, когда происходят эти события. Он перескакивает на следующую страницу и уже вам в верхней строке пишет вот это время, которое, например, на 2 часа раньше реального. Допустим, здесь реальное время у вас 11 часов, а он вам пишет 9, потому что вы в первой части сказали до 9, и тогда вы меняете значок стрелочкой и уже кроватку, которая там моргает, ставите, например, конвертик и говорите дальше окей, окей и до настоящего времени или до какого-то еще, потому что вы можете еще одну и один кусочек добавить до 10 часов, например, а там потом еще добавить молоточков, то есть вы добавляете окей до этого места, потом еще окей до, пока не добавите до реального, которое сейчас у вас происходит. И тогда у вас получается то, что я вам показал на распечатке. Все, я думаю, это уже понятнее, понятнее быть не может. Ну, ребят, я не знаю, было ли понятно, но вы постоянно пишите про ручной ввод, я надеюсь, что с этим вы разберетесь. Главное, не делайте из этого больших трагедий, приблизительно это выглядит так. Да не приблизительно, это выглядит именно так. Главное здесь фантазия, я уже сказал это в первой части, чтобы а как, а как, а кто скажет, что соображайте чуть-чуть, что может человек, который вас остановит через 500 тысяч километров, что может он знать, а что может он не знать. Поэтому я не говорю вам врите ему, но не думайте, что прямо большой глаз, большой глаз бага смотрит, как вы идете в туалет. Сделайте правдоподобные распечатки и все окей, и они это понимают и вы. Те, кто ездят много лет, и в том числе и по Европе, и по разным странам Европы, они с этого улыбаются, смеются, только не хотят с молодыми этим делиться. Молодые, наслушавшись разных, как вы говорите, манипуляции стокографом, манипуляция стокографом, это не работа стокографом. Манипуляция стокографом, это что-то типа ставить магнит, подключаться, срывать пломбы, вот это называется манипуляцией стокографом. А работа стокографом и манипуляция стокографом, это не одно и то же. Ребят, еще раз говорю вам, я вас не настраиваю против полиции или, как мне пишут некоторые, которые подставляю вас под штрафы просто думайте башкой нет здесь ничего криминального ничего сложного, это работа все, будьте здоровы, удачи вам всего хорошего, до свидания